Привет! Это Анти-Мьюзикл Экспресс, канал о странной, непопулярной и экстремальной музыке. Меня зовут Кристина, и сегодня я расскажу о самых крутых видео Ютуба, на которых запечатлены живые выступления Грайндкор Команд. Вы знаете, я очень люблю смотреть на Ютубе записи различных концертов и шоу, причем старые видосы олдовых команд мне нравятся куда больше, чем современные видео в HD-качестве. Не знаю, то ли шарм давно минувших дней берет свое, то ли несомненный факт того, что раньше деревья были зеленее, музыка брутальнее, а старые группы не чита нынешним. Чтобы не делать длинный унылый список, я выбрала пять видео и расположила их в произвольном порядке. Итак, поехали! Когда-то Пик Дестройер были молодыми и крутыми, а потом раскабанели и стали гнать какую-то хэви-металлическую ерунду. Уже давно они держатся в пантеоне Грайндкор Богов, по большей части за счет наследия и репутации крутых ребят. Если старые пластинки несли в себе бодрящий заряд агрессии и безумия, то последние альбомы наливают скуку. Живьем уничтожители купов выглядят совершенно беспомощно, особенно с гостевой вокалисткой Катей Кац. Но что самое отвратительное? У группы появился басист. Так что вместо вызывающих тошноту видосов из 2010-х, лучше смотреть давнишние. Например, дебош в Балтиморе в 1999 году, где Скотт Халл неистово натирает грейф, Брайан Харви молотит как безумная машина, а Джей Архейс виджет словно резаная свинья. Субтитры создавал DimaTorzok Еще одно видео от Pit Destroyer. Первое выступление вживую перед многочисленными поклонниками 22 ноября 1997 года с первым барабанщиком Джоном Эвансом. Джон играет без кардана и не вывозит бластбиты. Бас-бочка все время отъезжает в сторону, а Скотт местами лажает. Но мощный звук и напористая подача позволяют закрыть на это глаза. Ребята играют материал с демки, так что первое появление на публике заняло всего 10 минут. Но полученной дозы озверина вполне хватит, чтобы захотеть сломать лавочку возле подъезда. Ну или хотя бы пнуть ката. Субтитры создавал DimaTorzok ESSAC 1998 год Detroit Hardcore Kids Playing Death Metal Вообще на ютубе есть куча классных записей и хлайвов. Но многие из них страдают низким качеством видео. И если группу вам послушать еще не довелось, музыку в тех записях вам нифига не получится разобрать. Вы услышите только сплошную шумовую кашу. Здесь же и картинка, и звук на высоте. Правда, вокал иногда практически не слышно, но это уже вина звукаря за сценой. В остальном это те самые ESSAC, которые все любят. Мощная подача, тяжелый взрывной саунд, короче, грайн-кор в самом лучшем проявлении. Для большего экспириенса все же рекомендую сперва послушать два их лонгплея, тогда понять под какой трек ты мотаешь сейчас головой, будет гораздо легче. Всем ESSAC пацаны! Субтитры сделал DimaTorzok В дискографии Discordance Access есть официальный DVD Пикадурой «Шоу в Токио» в 2001 году. И по идее это должен быть лучший ролик из всех. К сожалению, создатели, мягко говоря, перемудрили с монтажом. Будто бы пересмотрев печально знаменитых свадебных съемок из 90-х, режиссер под завязку нашпиговал видео спецэффектами, сделав его похожим на эпилептический припадок. Поэтому смотреть его очень сложно и неприятно. В отличие от дурацкого видео с Пикадурой, этот живой сет Discordance Access в Устере в 1999 году смотреть куда приятнее. Видос снят одной камерой, ничего не трясется и не мелькает. Народ в зале не беснуется, а наоборот чинно, благородно наблюдает. Кстати, ролик выложил канал Kill That Cat, у которого тонны охренительных лайвов и жалкие 3000 подписчиков. Можете и подписаться, знаете ли. Последний видос моего топа – выступление Плутокресси на фестивале Слэп Ахэмус Фииста Гранде в 1993 году. Очень крутая и преступно малоизвестная группа с самобытным саундом. Только подумайте, на Last.fm у них чуть больше 7000 слушателей, что почти в 5 раз меньше, чем у группы «Руки вверх». И я не понимаю, в чем тут дело. Длинные медленные бриджи, внезапно сменяющиеся взрывными бластбитами. Хип-хоп в интро и интерлюдиях, а еще два, а то и три вокалиста. Дискотека «Авария» нервно курит в сторонке. Дискотека «Авария» нервно курит в сторонке. Танец на барабане. Барабанщик-бог. «Авария» нервно курит в сторонке. А теперь бонус. Знаменитое выступление легендарных Эннел Кант на фестивале Relapse Nuclear Fest в 1993 году, где группа собрала целый стадион. Я не стала добавлять это видео в топ, так как своей оголтелой безбашенностью и несерьезностью оно не вписывалось в солидную подборку для истинных гурманов. Но даже если вы не фанат грайндкора и вас тошнит от тяжелой музыки, посмотреть его все равно стоит. Видос до сих пор доводит меня до иступления эмоций от того, что творит путным и компания. Валяние в пыли, наезды на зрителей и умопомрачительные позы сета. Ах, как говорится, смотреть до конца. Валяние в пыли, наезды на зрителей и умопомрачительные позы сетями. Спасибо, что посмотрели видео. Напоследок объявлю небольшой челлендж. Если мой ролик взлетит в топ и получит тысячу лайков, следующий выпуск я проведу в купальнике. А в остальном пишите комментарии, подписывайтесь на канал и не забудьте поставить лайк этому видео. Это был Анти Мьюзикл Экспресс, лучший ютуб канал о худшей музыке в мире. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok